В дни парламентской недели свое совещание провел и Комитет по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям ЗАГС Собрания Края. Основные вопросы в повестке обманутые дольщики и, конечно же, принимаемый бюджет 2018 года. Депутаты заслушали основные параметры бюджета на 2018 и плановый период 2019-20 годов. Доходы Края возрастут более чем на 4 миллиарда рублей, в основном за счет налоговых и неналоговых поступлений, и составит 48 миллиардов 300 миллионов рублей, расходы 49,6 миллиардов рублей. Парламентариев интересовало, как в следующем году будет решаться вопрос с кредиторской задолженностью. Она, напомню, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. По словам замминистра финансов Веры Антропова, погашение этой задолженности – первоочередная задача на 2018 год. Еще одна тема повестки – обманутые дольщики. Таких в Забайкале на сегодня 174 человека. Сегодня по тем объектам, которые уже признаны давно проблемами, еще с 11-м годом, граждане еще поступают. Еще поступают по тем объектам? Еще поступают, да, но уже не такими темпами, естественно, как раньше. Сегодня 174 гражданина в реестре пострадавших, да, и есть новые два объекта, признанные в этом году. Вот по ним, конечно, это силикатная 3, Острой моста, и Девичья особка 32. Это завстроитель тех. Это объекты давние, но признали их проблемными только в этом году, в первом квартале. Граждане по ним еще включаются в реестр. Про дом на 9-й сопке 32 ранее мы уже рассказывали. Он числится недостроем с 2015 года. У застройщика за байкальские строительные технологии закончились деньги, и он бросил объект. Другие крупные компании «Рус» и «Тантал» достраивать дом не планируют. Добавлю, что президент Владимир Путин поручил правительству страны отказаться от долевого строительства за три года. Кроме того, глава государства поручил повысить ответственность губернаторов в сфере защиты прав дольщиков, а также строительных фирм за ущерб участникам долевого строительства.